так сейчас мы поговорим об осознанность мы уже поговорили про 19 генный ключ и тут я хочу уточнить что 19 генный ключ является вашим главным потенциалом если перефразировать то ваш потенциал заключается в том что вы умеете создавать сообщество людей вокруг себя людей которые будут вам верны с которыми вы создадите некое сообщество некую территорию и они будут равняться на вас помните в начале мы поговорили про крест выравнивания что ваша главная тема жизни это равняться на кого-то видеть возможности там где на самом деле остальные видят кризис так вот обратная сторона это когда равняются на вас только то есть не только вам важно равняться на кого-то но и вы должны стать примером для подражания тут проявляется ваша шестая линия ролевой модели но чтобы стать примером для подражания вам прежде всего нужно научиться кое-чему и вот 33 генный ключ о котором мы сейчас говорим он учит вам у вас как раз тому навыку который сделает из вас истинного лидера а навык этот называется осознанность и умение останавливаться умение делать паузу и так про что же этот генный ключ самая главная дилемма которая преследует вас по жизни заключается в том что вы зациклены и невнимательны на каких-то вещах к каким-то вещам не внимательно это все из-за того что вы слишком спешите куда-то торопитесь создаете суету все время в стрессе как будто нет времени и действительно проблема современного человека в том что он все время куда-то спешит как будто он что-то боится не успеть и у него нет времени оглянуться по сторонам и 33 генный ключ это такой своеобразный знак препинания в нашей жизни да то есть если вы читаете текст где нет пробелов и ни одной запятой вы ничего не поймете для того чтобы текст был распознан нужны паузы нужны абзацы запятые точки пробелы между словами и вот это 33 генный ключ как раз про эти пробелы про то что когда вы живете в каком-то ритме вы не можете не останавливаясь жить вы должны делать паузы и тогда это расставляет акценты вашей жизни что значит вашем случае делать паузы делать паузы это значит осмыслять свое прошлое 33 генный ключ всегда предлагает вам некие испытания всегда 33 генный ключ всегда про испытания испытания во всем в отношениях в здоровье если мы говорим допустим про то что у вас какая-то болезнь это не просто наказание болезни учат вас вниманию к своему телу если у вас проблему в отношениях это учит вас прощению и мы уже начинали говорить в прошлой главе о том что в чужой в чужаке в не своем человеке в каком-то да который за территорией вашей находится вы не должны видеть врага вы должны уметь прощать его и общаться с ним выстраивать отношения и проблемы в отношениях часто и возникают у вас именно из из-за неумения и категоричности прощать других людей и тут 33 генный ключ говорит остановись посмотри на свое прошлое и осознай интересно но в 33 генном ключе тотемное животное ленивец ленивец хочет лежать на ветке и ничего не делать он хочет лежать и наслаждаться сладостью теплом едой он вообще очень медленно двигается это ваша штучка ваша особенность вы должны научиться двигаться медленно потому что чем медленнее вы двигаетесь тем быстрее вас все происходит тут мы еще затронем тему песня второго генного ключа который тоже очень плотно с этим связан и он тоже нам рассказывает про то что истинная скорость создается только в состоянии покоя и 33 генный ключ тоже об этом говорит он тоже говорит остановись затормози если ты осознаешь свои ошибки почему ты болеешь почему тебя не выстраиваются отношения если заглянешь свое прошлое если ты поймешь в чем повторы одних и тех же сценария в жизни тебе не нужно будет тратить больше на это время ты поймешь что и поедешь дальше так вот ленивец он хочет лежать и наблюдать просто за тем что происходит этим наслаждаться интересно но ведь действительно ваш дизайн говорит вам о том что вам не нужно ничего делать вам нужно лишь дать подходящего момента и наблюдать вспоминайте про эмоциональный авторитет тут тоже надо ждать тоже надо долго наблюдать чтобы ясность обрести и тут опять мы видим что вам нужно останавливаться чтобы осознать свое прошлое и ленивец вам говорит о том что подожди не спеши никуда полежи на ветке и тут же мы видим перспективу она тоже 6 а если посмотреть на карту справа нижняя стрелка 6 номер невинности это значит пусть все складывается так как складывается все само собой выстроиться это очень важный момент вам не нужно никогда форсировать события вам нужно позволить событиям случаться самим собой и ваша селезенка определенная подскажет вам когда нужно делать шаг просто наблюдайте и когда нужно будет что-то сделать действовать вы почувствуете этот импульс и сделаете как манифестор вам будет это легко дальше прекрасная практика для вас необходимое просто жизненно необходимое называется хунган это древняя китайская практика которая говорит вот что каждого человека каждый день должны быть 15 минут для того чтобы он поразмышлял о своей жизни это не просто праздное препровождение времени у китайцев это целый ритуал хунган это ритуал как хуэган когда ты можешь сесть и спокойно попить чай и подумать о своей жизни в этот момент и выравниваешься опять-таки мы видим переклить перекличку с вашим инкарнационным крестом вам очень важно каждый день научиться выравниваться стабилизироваться это делается через практику осознанности придумайте как это можно сделать вам обязательно нужен ежедневный ритуал я рекомендую чай пить это прекрасная вкусная вещь когда вы можете посидеть поразмышлять а самое главное сделать это красиво почему так дело в том что 19 генный ключ опять прошлую голову возвращаемся рассказывать нам про эстетику процесса вам очень важно чтобы все было эстетично это выражается всегда вашем рабочем месте вы хотите чтобы вот красивенько все было до чтобы висело все на своих местах чтобы приятно пахло чтобы было убрано это касается одежды это касается всего вам вообще за этим надо следить для вас это не просто пустой звук так ваше тело чувствует что она в порядке эстетика и поэтому любой ритуал для вас он должен тоже быть связан с эстетикой и чаепить это очень красивый ритуал если вы себе купите чабан чайный набор разные чаи и будете тратить 10-15 минут в день для того чтобы сесть остановиться как ленивец лечь на ветку и посмаковать чай в этот момент поразмышлять ваша жизнь будет стабилизироваться это будет вести воскосознанность так что ритуал обязателен дальше 33 генный ключ очень любят разговаривать собраться вокруг костра вокруг чая вокруг на пикнике и о чем-то поговорить он же лежит в области горла это всегда про разговор но это про разговор очень приватны в эти вы любите общаться тет-а-тет вы любите кому-то говорить и рассказывать свои личные истории или давать ему личные советы кое-что по секрету всему свету я тебе расскажу вот что вы говорите и для этого нужна спокойная обстановка в эти моменты когда вы рассказываете истории про себя или другому человеку даете советы вы сами осознаете осмысляете свою жизнь прежде всего и поэтому я рекомендую проводить эти ритуалы возможно даже не самостоятельно а периодически устраивать себе такие посиделки с друзьями без всякой цели когда вы можете просто поговорить в этом же кстати ключей лежит талант воспитателя и психотерапевта так что вы прекрасный детский психолог или тренер вы сможете с детьми через игры вести такие беседы ретриты вообще один из ваших одна из ваших кстати фишек который 3 вы быха у вас хорошо бы получались такие ретритные практики когда вот просто мы расслабляемся о чем-то беседуем осознаем и так самое главное ваш ключ к созданию хороших отношений хорошего здоровья это умение остановиться осознать свое прошлое и исправить его через правильный разговор и и через правильный ритуал